Друзья, а перед началом интервью я хочу по новой нашей хорошей традиции разыграть перчаточки с турнира RCC Intra. В них дрался Павел Гордеев. Бой закончился ноу-контестом, но когда вы их получите и бой будет у вас, я думаю, что вы обязательно победите. Условия конкурса очень простые, банальные, но конкурс будет веселый. Напишите в комментариях никнейм ваш, если бы вы были бойцом. Никнейм должен быть крутой, боевой, главное веселый и лучший написавший получит от меня вот этот вот подарок. Победитель определим после того, как выпустим все интервью с турнира RCC Intra. Дерзайте, а теперь интервью. Справа от меня золотой тигр Игорь Жирков. Игорь, поздравляю, было круто. И смотря на тебя сейчас, понимаю, что бой был очень непростой. Расскажи, что сейчас у тебя в голове, что чувствуешь и чуть позже я спрошу про другого. Хорошо. На самом деле я не считаю, что бой непростой был. Бой легкий для меня был. Это не мой, у меня все хорошо, не моя кровь. Бой легкий получился, он не умеет бороться. Я боролся поэтому с ним. Хотите увидеть бой в стойке, научитесь защищаться от борьбы, я вам покажу свою стойку. Я каждый день занимаюсь боксом. Ваня, мой тренер, каждый день гоняет, готовит меня. Вот дадут партнера такого, который не даст бороться, все увидят меня в стойке. Везде развиваюсь. Ты говоришь про свой бой, но в конце второго раунда я увидел треугольник и я немножко переживать начал, потому что ты прям долго был в треугольнике и достаточно он был плотный. Это было не так? Нет, получается, эту руку я сюда прячу, здесь в сонную артерию открывал, левой рукой сюда поставил. Здесь я постоянно свободно дышал. Я не чувствовал его уже. Вот на Александра Невского меня три раза брали в треугольник. Единственное, в первом раунде, когда вышел на скрутку пятки, вот это самое опасное было за весь бой. Больше ничего сложного здесь я не увидел. Расскажи теперь, вернемся чуть в прошлое, последний твой бой, предпоследний. Бахачилиев. Ты потерпел поражение, можешь немножко про этот бой рассказать, что случилось? Ну, бой я принял за пять дней, за шесть вышел на замену. Также я все, каждый раз все говорил, я больше не буду в 66, драться не буду в 66, потому что у меня вес 69-70 килограмм, на 66 я маленький. Вот это была моя первая гонка на 61, которую я сделал. В принципе, она мне шла с гонкой веса вообще легко, свободно, до 65 килограмм. Потом я заболел, у меня горло сейчас болит. Я пять дней с температурой, вот мои все близкие друзья, кто мне предлагали уже сниматься даже, я все пять дней, температура 37,1-37,5. Во время последнего дня, когда два килограмма гонял, гонял с температурой 38, это вот вчера было. Сегодня весь день я три раза мерил 37,1 температура. И на бой тоже с температурой я вышел. Никто не даст соврать. Так, с гонкой легко пришла. Ну и с бахачи-бахачиливым я не считаю, что я там этот бой проиграл. Я считаю, что там бой был равный, он ничего такого не сделал. Я ничего такого не сделал. Бой равный, вот меня спросили, с кем он подрался, я бы еще раз подрался на 61 килограмм с бахачиливым. Да, это круто. Как раз хотел тебя про это спросить. RCC уже анонсировали турниры, они будут в мае, будет интро и будет большой турнир тоже. И сейчас мы все знаем, что с Fight Night там не очень хорошие дела. Если матчмейкеры попытаются организовать реванш, ты на него согласен и даже проще, да? Да, с удовольствием буду подерусь на RCC, мне здесь все нравится, все устраивает. А по поводу Майя, ты будешь готов? Буду готов. Здорово, тогда я думаю, что если нас смотрит Николай Клименко, матчмейкеры RCC, дайте Игорю реванш. Потому что он от вас заслуживает. Игорян, молодец, отличный бой. Подписывайтесь также на инстаграм Игоря. Он появится вот здесь. 24 на 7. Подписывайтесь на инстаграм Вестник ММА, мы не спрашиваем про план на бой. Спасибо, что смотрели. Все, радуши. Друзья, еще больше интервью с лучшими российскими бойцами можно найти на нашем канале. Кроме того, вас каждый день там ждут новости, топы, обзоры, репортажи с турниров, инсайды и еще много чего интересного. Также не забудьте подписаться на наш новый новостной канал MMA Live. Там каждый день выходят новости и много уникального контента. А если вам нравится то, что мы делаем, будем рады донату на новый микрофон. Мы так на него и не собрали, но верим в вашу поддержку. Удачи!